Теория группы – это предмет совершенно необъятный, групп самых разных очень много, их все изучают по-разному, и может показаться, что самое… А, дайте еще примерку поприведем, и это будет нам пригодиться сейчас. Это акциональные числа по сложению. Значит, примеры группы очень много разных, и они изучаются все по-разному, и из разных задач они возникают. И сегодня мы не будем с вами особо много примеров приводить, и мы не будем обсуждать источники новых интересных групп, это мы обсудим с вами, я надеюсь, на следующей лекции. Пока мы с вами обсудим некоторые общие свойства. Такая есть замечательная совершенно геометрическая структура, она называется граф Келли. Ну вот, я не знаю, знакомы ли вам уже фамилия старика Артура Келли, но вообще человек такой, достаточно известный, очень крепко наследивший в разных областях математики, хотя, конечно, и не так крепко, как и меня. Что же это такое? Во-первых, давайте сначала расскажу, как это обозначается. Это, мы будем его обычно обозначать вот так. Келли от G, это значит граф Келли для группы G. Значит, давайте его определить. Как определяем граф? Надо определить множество вершины, множество вершины, правильно? Ну, значит, давайте граф Келли будем подождать буквы Гамма. Значит, E от Гамма это множество элементов группы, множество ребер графа это множество, сейчас я скажу какое, это множество X образующего. Дело в том, что в каждой группе G можно прородить каким-то набором элементов. Например, группу целых чисел можно прородить единицей. То есть из единицы при помощи сложения вы можете получить любое целое число. Ну, это понятно. В группе диедра вы можете определить поворот. Вы можете задать поворот на 72 градус и симметрию. И с поворотом и симметрией вы сможете получить любое другое движение. Понятно, да? Понятно, если я сейчас сказал вещь? Какие тут у нас еще были примеры? В группе SN, например, можете предложить какую-нибудь систему образующую? Транспозицию, да. Транспозиция, хорошо. А еще что-нибудь? Возьмем циклическую перестановку, которая приводит 1 в 2, 2 в 3 и так далее, N в 1. Так вот по циклах переставляем. И давайте возьмем, когда мы меняем местами, 1 в 2. Можем ли мы при помощи вот этих двух перестановок перевести любой элемент группы в любой элемент? На самом деле, сможем. Как это сделать? Смотрите, сначала берем, если мы хотим 1, кого мы хотим поставить под N. Скажем число K. Скажем 1, хотим поставить под N. Мы поворачиваем достаточное количество раз, чтобы 1 оказалась под N. После этого мы ее больше трогать не будем. После этого, когда мы делаем поворот, мы делаем еще транспозицию. То есть меняем местами элементы, чтобы 1 оставалась под N. Ну и так далее. Идея понятна? Другая, более интересная. Другая система, образующая компенсат. Вот Николай Александрович предложил. Систему все транспозиции. Транспозиция, это когда мы меняем и ставим 2 элемента. И плюс 1. У вас программирование в школе же было? Сортировку какую-то знаете? Это она и есть. Ну что такое сортировка пузырьков? Все знаешь какую сортировку пузырьков? А, да. Кто не знает? Молодцы, что не знаете. Нефига это было эти глупости разбираться. Но это достаточно простая вещь. Сортировка пузырьков. У вас есть массив из N элементов. Вы хотите их отсортировать, чтобы они были по порядку. Вы смотрите, читаете справа налево, берете первый, который стоит не на месте, и его переставляете влево. Понятно, да? Собственно, после этого или у вас стало на один порядок больше, или не стало. Если не стало, то еще раз переставляете. Ну и так далее. Соответственно, в результате вы как бы так вот справа налево весь в классе ваши сортировки. Идея понятна, да? Но самое главное, что вы каждый раз делаете перестановку двух элементов в транспозицию. Поэтому из всех транспозиции вы можете собрать любую перестановку. Понятная идея, да? Давайте это формализуем. Значит, как говорят, что G равно X. Это значит, что любой элемент двух G из G. Представим в виде X1 в степени ε1 умножить на X2 в степени ε2 умножить на X. M, Epsilon N, где все X лежат в X в системе образующих, а ε2 умножить на X. Здесь одна буква может повторяться сколько угодно раз. Главное, чтобы ε это был бы или плюс один, или минус один. Понятная идея, да? То есть, как, например, число десять представить в группе целых чисел Z? Мы должны взять, если у нас система образующих, это один. Мы должны взять один и начать прибавлять один, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один и так далее десять раз. Правда? Можно в группе целых чисел взять другую систему образующих. Два и что еще надо добавить в двойку, чтобы все целые числа прородить? Минус один? Нет, минус один неинтересно. И минус один сама все целые числа пророждает. Тройку? Кто сказал тройку? Еще кто сказал тройку? Дальше просто, нет? Если вы взяли призвольное число, нечерное, и вычли из него три, то вы какое число получили? Если вы из семи вычтите три, вы получите четное число. А четное число из двойку можно собрать? Можно. Поэтому, что такое, например, десять? Это три плюс три, плюс два, плюс два буквы. Но не только так. Можно написать, что это два, плюс два, плюс два, плюс два, плюс два. То есть разложение, вот такое, оно не единственное. Понимаете, да, что я сейчас говорю? Можно тоже что-то такое? Хлебка у вас здесь? Здесь? Да. Ребра. Что? Ребра. Ребра. Сейчас графу перелемся. Вот про систему образующих понятно? Замечательно. Теперь возвращаемся к графу К. Мы же графу хотели построить. В качестве вершин берем элементы нашей группы. В качестве ребра мы берем наши образующие. Ну, которые у нас откуда-нибудь да есть. И мы делаем так. Из вершины А вершину Б идет ребро, как говорят, с меткой Х или цвета Х. Если А на Х равно Б? Всего-навсего. Ну, пока, наверное, не очень понятно. Давайте какие-нибудь примеры постой. Значит, пример первый. Друг целых чисел, рожденный единицей. Пример простой, но интересный. Значит, давайте написать. 4, 5, минус 1, минус 2, и так далее. Согласны ли вы, что граф Келли будет выглядеть таким образом? Ну, в самом деле. Если я взял 1, то ребро – это система образующих витра 1. Поэтому единичка – это сплошная стрелка. Что такое ребро? Это значит, что я взял число и прошел по ребро. Это значит, что я его умножил на мое образующее. То есть, в данном случае, прибавил единицу. Понятно? Да. Если я 0 и умножу на что-нибудь, у меня никак единица не получится. Умножение в смысле – это прибавление в данном случае. Потому что мы вообще в группах говорим обычно по умолчанию умножения. Но в данном случае, как это, это умножение надо понимать как сложение. Значит, если я к нулю прибавлю 1, я получу 1. Из единицы 2 и так далее. Ну, понятная картинка, да? Теперь давайте группу целых чисел. Мы же уже договорились, что ее по-разному можно прожать. Давайте ее пройдем следующим образом – двойка и тройка. Обожаю только оттенку. 4, 6, 8, 10, минус 2, минус 4. Значит, двойка – это у меня будет сплошная стрелочка, тройка – пунктирная. Значит, согласились, что будет по сплошной стрелочке? То есть сплошная стрелочка – это прибавление двойки. Из нуля бегаем по четным числам. Правда? Ну, соответственно, если у нас еще единиц там есть, из нее мы бегаем по каким числам? Нечетным. Всем понятно, что по ничетным? 5, 7, 9, так далее. Ну, только минус 1, минус 9. А теперь давайте вспоминать про тройку. Из нуля мы куда прибегаем? По пунктирной стрелке? В тройку и минус тройку. Или в тройку, или в минус тройку. Совершенно верно. Из тройки в шестерку. Из минус единицы в двойку. Из двойки в пятерку. Из четверки в семерку. В четверку откуда за единицы. Ну, и так далее, да? Из пятерки в восьмерку, из шестерки в девятку и так далее. Понимаете, как устроен граф? То есть это такая полоса. Сверху четные числа, снизу нечетные числа. И вот так вот крест-такрест расположены вот эти вот пунктирные стрелочки, которые прибавляют тройку. Понятно, да? Понятный пример? Да. Теперь давайте прорисуем еще какие-нибудь графы Келли. Ну, например, давайте группу граф Келли для группы диедра D5. Для группы диедра D5 это симметрия пятиугольника. Давайте я его еще раз нарисую. Пятиугольник. Поверьте мне на слов что-то правильное. И систему образующих там надо выбрать. Это будет поворот по часовой стрелке, ну, это у нас куда-то по часовой стрелке, да? И одна симметрия. Вот такая. Значит, давайте рисовать граф Келли. Значит, во-первых, у нас есть пять поворотов, правда? Значит, ФИ будет жирная стрелка, РИ будет пунктирная. Это пять поворотов. То есть этот элемент группы соответствует ID. То есть, когда никто никуда не идет. Тождец, поворот на 0 градусов. Эта жирная стрелка это поворот, поэтому раз, повернули, это первый поворот. На 72 градуса это поворот на сколько градусов? На 144. На 144 это поворот на... Я не буду спрашивать, на сколько градусов. Это поворот на минус 72 градусов. Значит, первые пять вершин на рисование, правда? Теперь мы можем сделать симметрию. Причем, когда, если мы делаем симметрию, то симметрия в квадрате это что? Это то же самое. Поэтому, вот такие вот стрелки, которые отвечают ID, они идут туда и сразу же обратно. Как кратное ребро. В этой науке обычно кратные ребра склеивают. То есть, если нарисовано просто ребро без направлений, значит, что оно туда и обратно. Сюда, теперь опять поворачиваем. Раз повернули, два повернули, три повернули, четыре повернули, пять повернули. Ну, и, как вы, наверное, догадываетесь, вот здесь пункт, вот здесь пункт, вот здесь пункт, и вот здесь пункт. Это пункт. Давайте перересу. Значит. Это повороты. Это тождественные повороты. Это на 72 градуса. Это на 144 градуса. Это на минус 72 градуса. Это на минус 144 градуса. Это у нас, как вы с вами договорились, это симметрия. И с симметрией, теперь давайте и здесь симметрия. Смотрите, почему здесь стрелка идет в обратную сторону. Это на самом деле легко понять. Потому что мы с вами уже договорились, что группа не коммутативна. Если бы стрелка была направлена туда, то это бы что значит? Значит, что вот так и вот так. Это то же самое, что вот так и вот так. Правда? А это значит как раз коммутативность. А мы-то с вами знаем, что группа не коммутативна. Поэтому мы сможем смело стрелку направлять в обратную сторону. Значит, сюда, сюда, сюда и вернулись. И здесь пунктир, пунктир, пунктир. Это граф Гелли для группы диедра D5 вот с такой системой образующей. Более-менее понятно. В качестве домашнего упражнения я вам советую это довольно легко, но полезное упражнение. Постройте граф Гелли, например, для группы приостановых S3. Ну или для S4, если вам будет мнение.